На Большом Самсоневском проспекте старинные рецепты применяли на практике. Здесь устроили фестиваль хлеба на закваске. Особенность этого фестиваля в том, что каждый становится не просто его зрителем, а активным участником. Вам на руки выдается трудовая книжка, и с ней вы можете освоить до 20 профессий, связанных с выпечкой хлеба или просто с ресторанным бизнесом. В общем, попробуем. Варианты проявить себя разные. Можно стать мукомолом, формовщиком теста, официантом и даже посудомойкой. Маргарита в обычной жизни бизнесвумен, а здесь борец с гарью и жиром. Признается, столько грязной посуды никогда не видела. Не в таком объеме. Посмотрите, какие кастрюли я столько не готовлю. И вот такие булочки, которые пригорают. Впрочем, главный герой дня, конечно же, хлеб. Гости учились выпекать ржаной и пшеничный, а кроме того делать пасту и пиццу. Все это без привычных магазинных дрожжей. Закваска – это натуральные дрожжи. Я правильно понимаю, грубым языком? Ну, грубо говоря, да. Без нее хлеба не получится. Как ее делать? Без нее хлеба не получится. Делается она проще простого. Берется натуральная мука, размешивается с водой примерно такой же порции, и получается такое жиденькое блинное тесто, которое мы оставляем на сутки. А потом еще дней на 7-10, добавляя те же ингредиенты. Процесс очень долгий. В условиях фестиваля его простили. Желающие подкармливали уже имеющиеся заготовки. Хлеб в любом случае получался полезным и отличался от магазинного. Его, а также любые другие блюда люди получали вместо зарплаты. Тут же, обедая в кафе. Мне кажется, что самый классный способ учиться – это что-то делать своими руками. Потому что, когда человек приготовил, допустим, ту же самую пиццу на захватке, он несет это с собой навсегда. Это никуда из него не денется. Изначально на площадке имелось 100 килограммов молотой муки, столько же зерна, 15 килограммов томатной пасты и 10 сыра. На что их хватило, организаторы точно не знают. Но уверены, что голодным не ушел никто. Следующий праздник живота решили повторить через год.